Две недели назад я приехал на первое заседание по своему делу и узнал, что в стране объявлена мобилизация. Когда это произошло, я трясся в прокуренном автозаке, развозившем сонных арестантов по судам. Никто из нас не подозревал о случившемся. Вечером на обратной дороге весь автозак гудел от обсуждения слухов и гипотез. Некоторые, как и я, узнали восхитительную новость на судах, но толком никто не понял. И знаете, за две недели просмотра телевизора ясности больше не стало. Вроде бы призывают не всех, а какое-то ограниченное количество. Изначально речь шла о 300 тысячах, но это не точно. Вроде бы обещали не трогать студентов, но мы видим обратное. Вроде есть возрастные ограничения, но они сплошь и рядом нарушаются. Вроде бы речь шла о людях с боевым опытом, но и это зачастую не так. А ведь ранее нам и вовсе не раз обещали, что никакой мобилизации не будет. Первую неделю Минобороны попросту не могло сформулировать сколько-нибудь внятную позицию. К середине второй недели позиция появилась. На Россию идет информационная атака. В сети выявлено более трех миллионов фейков. А если где и случаются ошибки и перегибы на местах, мы все своевременно исправляем. Тем временем повестка пришла сыну моего сокамерника, имеющего белый билет. Очереди на погранпунктах не заканчиваются. Рост недовольства и тревожности из-за войны чувствуется даже в тюрьме. А с экрана все чаще звучат слова о ядерном оружии. Кажется, в шутке хорошо, что мы в тюрьме. Доля шутки становится все меньше и меньше. 3 октября. Москва. Матросская. Дима.